Трасса Moscow Raceway приняла грандиозный фестиваль скорости, объединивший четвертый этап кольцевой серии G-Drive SMP RSKG, фестиваль экзотических автомобилей Tuning Fest и множество зрительских активностей. Что касается гоночных стартов, то их участниками стали 116 спортсменов. Это абсолютный рекорд для российского кольца. При том, что субботние, что воскресные заезды были, как говорят опытные болельщики, валидольными. Так, в категории Super Production результаты предварительные. Борьба оказалась настолько суровой, что некоторым пилотам не миновать наказание. Но по факту первым финиш пересек Роман Голиков, вторым Иван Чубаров, третий Ирина Сидоркова. Впрочем, во второй день те же пилоты вновь показали свой класс. Победу отпраздновал Чубаров, за которым приехали Сидоркова и Голиков. В категории Туринг Павел Кальманович обошел Егора Оруджева, а третьим финишировал Захар Слуцкий. Стоит отметить четвертое место Егора Фокина, что выступает на частной Ладе Вести. Он сумел оставить позади тройку заводских пилотов марки Лада. Впрочем, на следующем старте и Кальманович, и Фокин сошли на первом круге. А Оруджев схлопотал штраф за обгон под желтыми флагами. Так что победу одержал Артем Слуцкий, которого не смогли догнать Дмитрий Брагин и Кирилл Ладыгин. Первая гонка Туринг Лайта прошла под диктовку пилотов на левбеках Volkswagen Polo, оснащенных турбомоторами 1.4. Андрей Масленников обошел Николая Карамышева, а третьим стал Петр Плотников. Затем тройка турбированных Polo снова примчалась первой. Вот только судьи обнаружили несоответствие машин правилам, и их дисквалифицировали. В итоге победа досталась Артему Фридману, серебро Владимиру Череваню, бронза Олегу Кравцову. В категории С-1600 Рустам Фотхудинов после череды обгонов захватил лидерство. За второе место спорили Василий Владыкин и Иван Якельчик. И хотя на финише Якельчик оказался вторым, судьи решили, что серебро должно перейти Владыкину. Впрочем, в воскресенье наказанию за жесткую борьбу подвергся именно Владыкин. Поэтому вторая строчка итогового протокола досталась Станиславу Новикову, а третья Кириллу Зиновьеву. А первое место забрал Илья Сидоров. Следующий, предпоследний этап G-Drive СМП РСКГ вновь соберет участников всех восьми классов. С 9 по 11 сентября кольцевую серию будет принимать реконструированный автодром и город-драйв под Санкт-Петербургом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова